60 минут им оказалось мало. Накануне Металлург провел четвертый матч домашней серии. В гости к магнитогорцам приехала команда из Нижнекамска. За три периода и овертайм хоккеисты так и не смогли выявить победителя. Лидер определился лишь в серии буллитов. О напряженной борьбе в нашем следующем сюжете. Со старта игры команды выбрали высокую скорость и ринулись в бой. А уже на пятой минуте встречи хоккеисты открыли счет. Авторами первой шайбы стали хозяева. Отличился в магнитогорской дружине Илья Берестенников. Была установка тренерская. Все на воротах. Попроще играть. Сейчас такой период тем более идет. Евгений Тимкин опять же все сделал для меня. Осталось только вылезти. Удачно сложилось. Спасибо всем. Затем команды поочередно получили численное преимущество. Однако реализовать его не смогли ни те, ни другие. На последних минутах периода «Нефтехимик» провел удачную атаку и сравнял счет. Натиск на ворота хозяев продолжался до сирены. Однако оборона магнитки сработала уверенно. Ближе к середине матча «Металлург» вновь вырвался вперед. В лидеры команду вывел Ян Коварш. Однако в отстающих гости долго не играли. Спустя несколько секунд счет стал 2-2. Во второй половине матча нижнекамская команда заметно прибавила. Илье Самсонову приходилось обороняться в два раза чаще, чем его тезке Илье Ежову. И все же до финальной сирены решить исход игры командам так и не удалось. Опасные моменты были, однако защита показала все свои возможности. Пятиминутный овертайм также не помог выявить победителя. Решили судьбу встречи меткость Антона Шенфельда и Мэтта Эллисона. Рад за, что мы взяли на очка, что у нас молодые ребята сегодня играли, которые практически не играли в регулярных два защитника и нормально сыграли. Дай Бог, кто уверенность им даст. Положаю работу. Хочу сказать большое спасибо болельщикам нашим, которые верят, приходят сюда и болеют за нас. Четвертая игра, уже эмоции как на исходе, конечно. Так сложилось, Самсон молодец, подтащил. Антон Шенфельд. Работаем дальше. Домашняя серия «Металлурга» проходит с переменным успехом. Пока на счету команды две победы и столько же поражений. Впереди замыкающая встреча с «Ладой». Анастасия Бандурина, Дмитрий Федотов, информационная служба, медиагруппы «Знак». Домашняя серия «Металлурга»